совсем недавно мы показывали наши оттаившие бонсай из ели и вот они снова покрылись снегом их замело такое ощущение что на улице ноябрь поэтому идем в теплицу где есть хотя бы намек на весну в теплице по крайней мере нет снега и температура чуть-чуть выше нуля я вас немножко обманул температура здесь выше нуля благодаря конечно батареи отопления противном случае здесь тоже был бы минус конечно не то что он особо опасный на этом этапе но тем не менее уже достаточно тепло было в предыдущие недели особенно днем когда солнце светило поэтому я все-таки не хочу чтобы они здесь сильно мерзли сейчас красная смородина пока еще не собирается даже просыпаться что в общем-то и хорошо наверное еще рановато апрель апрель не раньше в этом году ничего здесь драматичного не предполагается будем следить за тем чтобы не вырезалась проволока и в общем уточнять какие-то мелкие детали но вот красина тоже не собирается просыпаться вообще заметно что наши деревья они не спешат с этим они понимают что может быть подвох а вот южные деревья они при первых же до признаках начинают начинают просыпаться ну и северные кстати точно так же себя ведут то что вообще лето короткое и в них нет шансов дождаться тепла иначе они быстро стартуют да вот посмотрите сосну как долго трепало ветром об камни что она растила такое мощное раневое основание вся изогнулась во все стороны но жива вот удивительные деревья ребята а вот этот мой вяз в работе уже столько лет что можно его назвать он уже даже перешел грань тинейджерство уже во взрослую жизнь потому что он 20 лет в работе и это уже полностью сложившийся взрослый мужик вязь это мужчина или женщина как вы думаете ну клёны они стартуют рано в этот клён наверное вы помните может быть если вы следите за нами с прошлого сезона это воздушная отводка с достаточно большого уже клена полевого которая в общем после отделения сразу стала выглядеть почти как бонсай хотя конечно густоты еще пока не хватает кроне но вся линия ствола и основные ветки уже присутствуют хвойные все больше и больше зеленеют избавляются от зимнего окраса который такой более сероватый более бурый но некоторые быстрее некоторые медленнее вот туя например она медленнее явно да это делает смотрите сколько у нее цветов вообще классическом бонсай и неваки деревья с варегатными листьями то есть какими-то вкраплениями других цветов или вообще не зеленого окраса желтые там голубые в принципе не приветствуются потому что это уводит их от природности но это не запрещено поэтому в принципе конечно можно делать из того что вам больше всего нравится если вам нравится желтые вот можжевельники типа old gold желтоватые то из них тоже можно делать прекрасный бонсай ну и можно и в делать какие-то стриженные формы из можжевельников красивые вообще зимовка бонсай в теплице под снегом это не самый обычный способ зимовки бонсай и он годится конечно только для зимостойких зимостойких уверенно зимостойких растений но самое главное испытание это даже не для растений эти ребята привычные а для горшков вот этот тест на качество горшков если горшок не очень качественный то велик шанс что он может конечно зимой от этих перепадов температур преснуть если горшок качественно сделан с ним такое никогда не произойдет и честно вам признаюсь что я все больше и больше влюбляюсь именно в наши местные виды или не местные но которые такие же зимостойкие как наши потому что это намного меньше гемора с уходом с зимовкой они привычны к нашему климату и делать из них бонсай в наших условиях это самое лучшее что вы можете придумать что касается деревьев в саду лучше конечно с моей точки зрения не гоняться за какими-то экзотическими новыми культиварами с разными оттенками а использовать устойчивые как правило природные виды из которых можно формировать любую красоту какую вам только захочется и не беспокоиться о том как они будут зимовать и что с ними дальше будет потому что это надежно и это бесконечно красиво потому что только деревья которые рассчитаны на наш климат выглядят на все сто процентов но если провести аналогию наш русский человек вот в такой обстановке выглядит очень хорошо а поставь на моё место индусы или кубинцы он будет вот сейчас так вот стоять перед вами и всем своим видом показывать как ему здесь не комфортно